Данное видео мы решили посвятить диагностике катаракты в инфракрасном свете на видеосистеме WDS Start. Наш первый пациент это пожилой бельгийский Грифон. Ему была проведена плановая факоэмульсификация с имплантацией интерокулярной линзы. Операция была проведена технически успешно, но в послеоперационном периоде собака умудрилась получить сквозную травму роговицы, что соответственно обострило воспалительный процесс, вызвало формирование спаек, деформацию зрачка, отек радужной оболочки и заживление роговицы у нас получилось обеспечить терапевтически, но соответственно мы имеем отложение пигмента, отек, рубцевание, что снижает прозрачность роговицы. И сейчас мы проводим рассасывающую терапию, терапию направленную на восстановление прозрачности, но мутные участки роговицы естественно мешают нам посмотреть состояние интерокулярной линзы и ее положение. И в данном случае очень удобно работать с использованием инфракрасного света, потому что пигмент для него абсолютно прозрачен, то есть инфракрасный свет проникает спокойно в толщу хрусталика и мы можем оценить положение линзы. Полностью очень хорошо виден оптический элемент и в принципе понятно, что какие-то грубые спаечные процессы на радужке отсутствуют. Если мы роговицу сделаем прозрачно, все будет хорошо. Следующий пациент это пожилая кошка, ей 17 лет. Мы оцениваем оптическую прозрачность хрусталика. Естественно в таком возрасте у животного хрусталик уплотняется, то есть мы говорим о возрастном ядерном склерозе. И вопрос, который беспокоит многих офтальмологов и владельцев, насколько быстро идет степень уплотнения. И вот как раз на этот вопрос хорошо отвечает диагностика в инфракрасном свете. Инфракрасные лучи, они достаточно спокойно проходят через толщу хрусталика с высоким содержанием жидкости, а вот более плотно участки подсвечивают белым. И вот мы как раз хорошо видим, что на фоне возрастного ядерного склероза в центральной части хрусталика начинают формироваться плотные непрозрачные очаги. Это очень хорошо заметно при видеодиагностики. Наш следующий пациент, собака Джек Рассел, была проведена имплантация интракулярной линзы четыре года назад. И месяц назад собака сильно ударилась глазом во время бега. Соответственно воспалительный процесс нам удалось купировать. И мы смотрим есть ли какие-то варианты спаек. И вот в инфракрасном свете на широком зрачке как раз очень хорошо видно спаечный процесс между передней поверхностью радужки и передней поверхностью интракулярной линзы. То есть видно положение оптического элемента и четко видна структура спаек и даже видны элементы плавающие в стекловидном теле. И последний пациент 15-летний чихуа с быстро формирующейся диабетической катарактой. У собаки очевидно идет уже определенный увиальный процесс и при обычном освещении возникает дискомфорт на свет и собака сильно щурится, что не дает возможность нормально посмотреть состояние хрусталика, затрудняя диагностику. И мы используем осмотр в инфракрасном свете. И в инфракрасном свете мы можем прекрасно просмотреть хрусталик и выявив его толще очаги уплотнения. То есть мы видим помутневший хрусталик, полностью мутный на периферии и плотный белый, молочно-белый участок уплотнения в центре, который говорит в принципе о том, что катаракта занимает весь объем хрусталика и продолжает уплотняться, процесс идет активно. Видео предоставлено Центром ветеринарной офтальмологии доктора Перипечаева.